Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. После таких длинных новогодних праздников, после отпусков, после каникул люди чаще всего обращаются с проблемами переосмысления жизни, своей профессии, своей работы, своего места в этом мире. То есть у нас все хорошо, я сейчас сразу подумала о себе. Ну, скажем так, может быть и не совсем хорошо, но закономерно. Не хочется выходить именно на данную работу, да? Да, вы не единственные, кто так говорит, очень многие люди стараются понять, что они делают. Обычно отдых способствует тому, что мы задумываемся о тех вещах, о которых нам нет времени подумать во время работы. Когда работа отнимает у нас все время, у нас остается возможность только подумать о семье, о работе, о доме, о дороге между домом и работой. Но никак не о смысле жизни, о своем предназначении, о том, чего хочется больше всего. Но вот когда наступают каникулы, самое время не только отдохнуть, но и подумать. И многие люди выходят на работу, я бы не сказала, что в состоянии депрессии, но в каком-то гнетущем состоянии. Оно вызвано не только тем, что надо менять свой режим, а связано оно с тем, о чем надумалось за время каникул. На все можно посмотреть с другого ракурса. А как долго этот период длится и самое главное, что делать? Длится он у каждого человека по-разному. Кто-то может выбросить такие мысли с головы уже на второй час своей работы. Кто-то будет думать дня три, у него это пройдет, он может переключиться на какие-то другие размышления. А кто-то всерьез и надолго уходит в эти размышления. Им действительно приходится обращаться к психологу за разовой консультацией. Либо они уходят в психологическое консультирование на месяц или на два для того, чтобы как-то изменить свою жизнь. Вы могли бы какие-то примеры привести? Может быть был какой-то конкретный случай? Или дадите совет, например, нам, журналистам? Потому что каждый день мы пишем о вещах, которые не всегда могут нравиться. И люди бывают разные, и ситуации бывают разные. И в такой холод, знаете, иногда и не хочется работать на улице. Но что делать? Профессия у всех обязывает выполнять какие-то требования. В нашей практике моей и в практике моих коллег были только случаи разовых обращений к психологу. После праздников, отпусков они были преимущественно связаны с тем, как вернуться в рабочее русло. И мы давали исключительно практические рекомендации с тем, чтобы адаптация к рабочему режиму прошла легче. В том случае, если вы возвращаетесь на работу, которая связана с общением между людьми, связана с самыми различными темами, как, например, у вас или у нас. Творчество требует настроения. А если его нет, что делать? Если вы очень любите свою работу и не хотите с нее уходить, то настроение придется создавать. Как эта практика применяется в Японии, стоит больше улыбаться, и улыбка однажды прирастет к душе, и вы уже не сможете не улыбаться. Поэтому если вы искусственно начинаете создавать себе настроение, рано или поздно вы поймаете себя на мысли, что вы его уже не создаете, оно уже при вас, такое, какое есть. Если вы выбираете, что любите свою работу и внушаете себе это, рано или поздно вы найдете в ней какие-то положительные черты. Если вы выбираете быть счастливым и раз за разом внушаете себе это, я счастлив, я доволен, у меня все хорошо, то действительно так и происходит. Многие девушки впадают в депрессию из-за того, что прибавился килограмм другой. Даже сто лишних граммов способны, в общем-то, поменять настроение. Разумеется, способны, никто из нас от этого не застрахован, но, тем не менее, стоит помнить о том, что, как вы набрали этот килограмм, вы также легко сможете его и скинуть. Вы вернетесь в работу в свой привычный режим, в свой привычный режим питания, сна, каких-то спортивных занятий, занятий в тренажерном зале. Этот килограмм уйдет и уведет с собой еще парочку обязательно. Как вы, в принципе, считаете, полезно ли обращаться к психологам? Потому что мне кажется, что у нас эта практика еще действует мало. Вы абсолютно правы. К сожалению, к психологам сейчас обращаются с большой опаской и очень часто путают психолога и психиатра. Я бы хотела внести ясность, что психолог и психиатр – это два совершенно разных специалиста. Если психиатр действительно занят работать с людьми, у которых есть патология, психологическая патология, то психолог занят в психологическом консультировании, он работает с людьми, у которых есть какие-то проблемы и сложности в адаптации, которым нужна помощь, которым нужна рекомендация, которым просто нужно выговориться. И психолог готов не только выслушать, но и увидеть ситуацию с другой стороны. Поэтому я призываю вас в сложных ситуациях, когда вы понимаете, что одни, возможно, не справитесь, обращайтесь к психологам. Это совершенно не страшно. Мы всегда готовы вам помочь. А друзья могут, наоборот, нагнетать ситуацию, потому что жалуются один, все это в обратную сторону, и еще больше проблем, мне кажется, возникает. Когда вы обращаетесь к друзьям за помощью или хотите им излить душу, то помните, друг, он всегда на вашей стороне, и он видит ситуацию так же субъективно, как видите ее вы. И либо он будет поддерживать вашу точку зрения, вы еще больше будете убеждаться в том, что проблема есть, и проблема именно такая. Либо друг в глубине души может даже радоваться, что у вас эта проблема есть, и он будет еще больше нагнетать. В любом случае, когда друг нам дает совет, мы неосознанно перекладываем на него ответственность. Раз он дал мне этот совет, я последовала этому совету, то виноват не я, виноват друг, который дал этот совет. Психолог никогда не дает советов. Психолог всегда предлагает несколько вариантов развития событий. И он предлагает клиенту самому выбрать и самому принять ответственность за свое будущее. В каком случае сложнее всего адаптироваться после праздников? Речь о каких отношениях? То есть это человека работа, это какие-то семейные отношения, какая-то история любви, да, или это взаимоотношения с ребенком, потому что 11 дней у нас было время на то, чтобы покататься на лыжах, посидеть у телевизора, и сейчас начнутся уроки, борщи, домашние задания. Я вняла ваш вопрос. Это сугубо индивидуальный запрос, и у каждого он будет различным. У каждого человека есть свои болевые точки. У кого-то это работа, у кого-то это взаимоотношения с любимым человеком, у кого-то это взаимоотношения с детьми. И смена режима сначала трудной работы на 11-дневный отдых, а потом этого отдыха на новый этап работы, он всегда ударит именно по этому больному месту, по больному месту в отношениях или в работе. Не встречались люди, которые с большим трудом переносили эти праздники и продолжали работать понемножечку, но каждый день, чтобы легче выйти сейчас на работу. Вот это уже патология какая-то, наверное. Я бы не назвала это патологией, я бы даже не назвала это трудоголизмом. Возможно, это рациональное планирование. Возможно, это попытка занять эти праздники, если кто-то не знает, чем заняться, он занимается тем, что ему привычно, то есть работой. Я не могу не задать банальный вопрос. Ходят ли психологи к психологам? Такое бывает, потому что каждый день мы встречаем людей с самыми разными историями, они приносят к нам свои миры, ими делятся. И рано или поздно накапливается у каждого психолога свой багаж, и им тоже хочется с кем-то поделиться. И да, психологи тоже обращаются к психологам, к своим коллегам. Иногда это могут быть обращения по профессиональным целям, когда нам необходимо прояснить ситуацию с каким-то клиентом. Мы обращаемся к кому-то мудрому, старшему, к нашему наставнику, и спрашиваем, как лучше поступить в какой-то ситуации с нашим клиентом. Бывает так, что у нас у самих бывают трудности. Это трудности в личной жизни, это трудности на работе. И тогда мы тоже идем к психологу, как банальные клиенты, и тоже хотим поделиться. Бывает так, что у нас очень-очень много всего накопилось именно профессионального. Мы раз за разом слушали истории своих клиентов, и просто всего много. А по правилам конфиденциальности мы не имеем права рассказывать никому другому, кроме коллег. Мы идем к коллегам и рассказываем, какие у нас были клиенты. Сегодня непростой день был для всех, хотя для нас он еще не закончился. С чего начать завтрашний день? Короткий совет от психолога. Первые несколько дней после праздников, после отпуска или каникул, не стоит сильно нагружать себя. Посвятите первые 2-3 дня после отпуска или после каникул планированию. Распланируйте свой год. Что сделать обязательно, а что можно чуть-чуть? Вы можете распланировать свой год, вы можете распланировать месяц, ближайшую неделю. Вы можете поделить дела на срочные, несрочные, разбросать бумаги на столе, поправить какие-то файлы, которые были не закончены с прошлого года. Но бросаться из огня и в полымя совершенно не стоит. Вы можете просто не рассчитать свои силы, и организм ваш сдастся еще быстрее, чем до праздников. Спасибо вам за эту достаточно позитивную встречу. Вам удачи, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся до новой встречи в эфире. Правильно рассчитывайте свои силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова